Здравствуйте, в эфире телекомпания Одинцова, программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Раздельные сборы – это движение за внедрение раздельного сбора мусора и его переработки. Активисты различными способами агитируют окружающих за ответственное отношение к использованным вещам. Сегодня в нашей студии Евгения Митина, куратор проекта «В новой трехгорке». Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Евгения, я предлагаю сразу зрителям объяснить, что это мы не намусорили, что это все очень важно. Что сейчас у нас в студии на столе? Сейчас у нас на столе вот такой продукт переработки, уже конечный. А это, собственно, начало. Вот такая пластиковая бутылка может в процессе переработки превратиться вот в такую флисовую кофту. То есть вот это этапы, через которые эта бутылка пройдет? Это этапы, через которые бутылка пройдет, то есть и дробление. Дальше она становится флекс-гранулами. И из них уже, соответственно, может вот такое полиэфирное волокно получиться. А из него может уже получиться либо какая-то флисовая кофта, может быть набивка для подушек, одеяла, курток. То есть то, чем мы ежедневно пользуемся. Мягкие игрушки, это все может быть произведено из обычной пластиковой бутылки. А это стекло, правильно я понимаю? Да, это стекло. Вот это такой милый магнитик, сделанный местной рукодельницей. Вот, Ксения из Трехгорки. Она также делает из таких вот маленьких стеклянных бутылочек брошки. Очень красивые. К сожалению, я их сегодня не принесла. Жень, а правда, что стекло можно переработать бесконечное количество раз? Да, это большой плюс стекла, то, что он подлежит переработке действительно бесконечное количество раз, в отличие от того же пластика и макулатуры. Но, к сожалению, очень много стекла на переработку у нас просто не попадает. Почему? Не доходит? Не доходит, да. И в том числе, к сожалению, до жителей, что стекло не просто можно выбросить, а можно из него, соответственно, сделать снова новую бутылку. Можно превратить это в строительные материалы. Сейчас очень популярно пено-стекло. Ну, потихонечку будем до жителей эту информацию доводить. А вот эти сумочки, зачем они у нас здесь лежат? Эти сумочки, вот обычная стандартная авоська, эко-мешочки. Это просто предметы многоразового использования, которыми можно заменить пластиковые пакеты. Вот еще сумочка. Такую можно, кстати, тоже сделать из бузылок или из полипропилена. Ну, в принципе, наверное, можно шить сумку из ткани, это будет так же экологично. Да, из любой ткани. Вот этот мешочек, эко-мешочек сделан из тюля. Вот даже видно. И красиво. И красиво, и экологично. То есть, не брать в магазине пластиковый пакет, а ходить со своими сумками, авоськами. Я вот предпочитаю рюкзак. Также сейчас осень. Можно вместо того, чтобы брать стаканчик, ну, пришел за кофе с утра, вместо того, чтобы взять стаканчик, который на самом деле не бумажный. В нем есть примесь пластика, и поэтому он, увы, переработке не подлежит. То есть, чтобы он не отправился в мусор, не засорял полигоны. Мы берем с собой термокружку или маленький термос, и все, проблема решается. И кофе не остывает. И кофе не остывает, и природе польза, и ничто не идет на полигоны. Женя, многие считают, что раздельный сбор – это все-таки очень сложно. Да, вот вы сейчас все очень хорошо рассказали. А где-то можно узнать все то же самое? Может быть, какие-то музеи есть, экскурсии где-то какие-то проводят? Есть, во-первых, хороший сайт, раздельный сбор Москва и область. Там есть ответы на очень многие такие часто популярные вопросы. Зачем вообще раздельный сбор нужен? Каковы продукты переработки? Где и куда можно, собственно, сдать различное вторсырье? Про мусоросжигательные заводы. И еще можно, например, сходить на экскурсию в Собиратор. Собиратор – это эколого-благотворительный проект, который помогает нам, в частности, с наших акций в вторсырье едет туда, и он помогает вторсырью попадать на переработку и помогает, например, собирает одежду для нуждающихся. То есть, в принципе, если вещи попали в этот Собиратор, можно быть уверенными, что дойдет туда, куда должно дойти, да? Да, Собиратор – это вещи либо напрямую к каким-то нуждающим системам, либо через фонды в основном все-таки, которые также уже распределяют по своим подопечным. Женя, еще Вы говорили, что в Подмосковье есть музей, где можно углубиться в раздельный сбор. Есть в Подмосковье, в Калужской области есть музей мусора, например, в экоцентре Собиратора, то есть не нужно даже ездить в Подмосковье, это метро Кантемировская. Можно тоже попасть в такой мини-музей, в котором представлены также продукты переработки, там очень интересно, кстати, с детьми. И ближайшая экскурсия там будет, насколько я помню, 24 октября. То есть, можно зайти на сайт собирator.ru или собирator.рф, найти запись и прийти. А платно ли посещение музея? Нет, посещение бесплатное. Представители движения «Раздельный сбор» всеми возможными способами пытаются за этот раздельный сбор сагитировать. Есть еще проект реутилизации. Что это за проект? Проект реутилизации основала местная девушка с Одинцова. Ему сейчас исполнился годик. Это еще молодой проект. Есть пункт на Можайском шоссе 18, куда можно также перевезти вторсырье. Он работает только по средам и воскресеньям, правда, с 10 до 13 часов. Есть экотакси по городу Одинцова и по Одинцовскому округу. То есть, вторсырье заберут у вас из дома, но это уже платно. Правда, цена достаточно невысокая. И теперь контейнеры круглосуточные есть, куда это вторсырье тоже можно принести. Они находятся на Можайском шоссе 8. Эти контейнеры переехали с Северной 10. Про них уже часть людей, которые «Раздельным сбором» занимаются, знают. Контейнеры переехали, и теперь немножко новые правила. Какие правила? Реутилизации. Например, нельзя принести полистирол. Это пенопласт, подложки из-под пищевых продуктов, из-под зелени. И нельзя лампочки принести. Пластик нужно разделять, то есть, не весь в куче. То есть, нужно отдельно PET-бутылки, отдельно полипропилен, отдельно пакеты, разные бутыли, флаконы из-под бытовой химии. Отдельно поставили сетку для стекла, для тетропака, тоже отдельно. Ну и традиционная, наверное, макулатура. Да, макулатуру можно и в любой синий контейнер, если он у вас есть рядом с домом рекоператора. То есть, не обязательно куда-то для этого специально ехать? Да, но, к сожалению, контейнеры рекоператора в основном стоят там, где нет мусоропроводов. Вот, где есть площадка контейнерная. И у многих людей просто нет рядом этих синепаков. Женечка, ну смотрите, один пластик, их только несколько видов. Как научиться отделять один пластик от другого? Насколько это сложно? Потому что многих, мне кажется, именно это и останавливает. Совсем не сложно. На самом деле, многие уже со второго раза привыкают, потому что он достаточно стандартный. То есть, там, баночки из-под сметаны, из-под йогуртов, пэт-бутылки, из-под бытовой химии. Ну, может быть, это полипропилен, может быть, это полиэтилен. Надо смотреть маркировку. Да, маркировка, то есть, стандартная, это такие треугольничек и стрелочек, и в этом треугольничке может быть цифра, может быть буквенное обозначение. То есть, маркировка – это либо цифра в этом треугольнике, либо буквенное обозначение, оно может идти без треугольника. Отдельная цифра без вот этих стрелочек – это геомаркировка. Очень многие вот это путают, к сожалению. Путать не стоит, да, я так понимаю, что это принципиально важно? Ну, говорю, где-то со второго-третьего раза уже все привыкнут. Потому что, ну, а если придут на акции, то еще быстрее все это произойдет, потому что уже наглядно будет видно. У нас в группах, в соцсетях есть фотоинструкция, то есть, можно посмотреть примеры того, что можно сдать. И там уже видно какие-то баночки, бутылочки. Жень, ну мы с вами говорим о том, куда деть использованные какие-то вещи. А как сделать так, чтобы этих вещей было меньше? Вот первый способ, наверное, это использование вот таких сумок вместо пакетов. Что еще в быту мы можем сделать для того, чтобы мусора становилось меньше? Чтобы мусор становилось меньше? Ну, во-первых, разумное потребление, не покупать то, что нам в принципе не нужно. Не нужно нам 10 кофт, не нужно одно и то же. Можно выбирать товары, произведенные из торсырья. Вот, даже, ну, стандартные... Это опять мы по маркировке понимаем, что в торсырье. Даже не только, прям по упаковке. Берем туалетную бумагу и смотрим состав. Вторичное волокно. Вторичное волокно – это бумага, произведенная из торсырья. Она точно такая же, как из целлюлозы, но точно такая же мягкая. Качество не хуже. Да, качество не хуже. Это не какая-то наждачная бумага. Но при этом она сделана из торсырья, соответственно, деревья не были вырублены. Хоть одно дерево да спасли. Не только дерево. Вообще переработка сохраняет очень много энергии. Ну и качество товаров, в принципе... Ну, понятно, что при переработке каждый цикл, кроме стекла, который перерабатывается бесконечное количество раз, ухудшается. Но в целом, как бы, качество товаров может быть абсолютно такое же, как и... Поэтому стоит отдавать предпочтение в торсырью, которое было использовано. Да, повторное использование также. Соответственно, если вам что-то не нужно, вы можете отдать это тому, кому это нужно. Сейчас с развитием социальных сетей найти какую-то местную группу, там, Трюгорка, Девятый микрорайон, Власиха. Достаточно просто. И предложить там, вот, пожалуйста, заберите. Можно даром, можно продать это также там на Авито, на Юлея. Как у тебя часто говорят, за шоколадку. Да. Самый, наверное, шоколад. Оптимальный вариант. Но, тем не менее, акции «Повтор сырье» проводятся в нашем округе регулярно, потому что все большее число жителей голосует за раздельный сбор. И в Трехгорке скоро намечается очередная. Когда, где, что можно нести? В Трехгорке у нас планируется следующая акция 25 октября. Это будет не просто акция. У нас в октябре традиционно электро-осень. Не только в Трехгорке, но и в Москве, и в многих городах области будет приниматься различный электро-хлам. Можно принести все, что работает от розетки, от самой маленькой, маленькой какой-то, не знаю, компьютерной мышки до холодильника, стиральной машины. И куда это потом все отправится? Это все отправится на предприятие по переработке. В частности, с наших акций «Электро-осень» отправится в Ярославскую область. Компания «НЕК». И что-то потом с этим будет сделано? Да, что-то этим будет сделано. Соответственно, металл, пластики, из которых, опять-таки, превратятся новые товары. Может быть, даже драгоценные металлы, если какие-то старые компьютеры. Стоит задуматься. И, кстати, время на подготовку еще есть. Почти неделя, даже побольше. Чтобы зайти на сайт, поизучать, что куда можно везти. Да, сайт «Электросбор.ру». Можно зайти, посмотреть. Там уже появились, наверное, даже все точки, потому что до 1 октября у нас был сбор информации. И, соответственно, можно посмотреть, где находится ближайшее. Это может быть не Одинцовский округ, может быть, кто-то работает в Москве, ему удобно стать там. Но вообще акция будет в Москве и области в основном 17 октября. Есть точки, где акция, допустим, будет проходить по длительности 2 недели. Есть где 2 часа. В Трюгорке 25 октября пройдет «Электросень». С 11.30 до 13.30. Это воскресенье у нас. Стандартно 4 воскресенье месяца. И «Электросень» пройдет совместно с обычной акцией по раздельному сбору. То есть можно принести все то же самое. Пластик, металл, стекло, макулатуру, зубные щетки, даже рентгеновские снимки мы принимаем. Мы дополнительно будем брать батарейки и лампочки люминесцентные, светодиодные. Они тоже пойдут на переработку. Спасибо большое, Евгения, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Не оставайтесь в стороне, участвуйте в акциях по раздельному сбору мусора. И берегите себя. До новых встреч на ОТВ. Спасибо.